Сельма Лагерлёв. Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями. Глава двенадцатая. В плену. Путь близился к концу. В последний раз ночевали гуси, как бездомные бродяги. Завтра они уже не будут спать, где придётся. Они построят себе крепкие тёплые гнёзда и заживут по-семейному. Первой в стае всегда просыпала Сака Кибникайси. Но в этот день первым проснулся Мартин. Он постучал клювом по своему крылу, под которым, свернувшись калачиком, спал Нильс и крикнул. — Эй ты, лежебока, вставай! Нильс вынырнул из-под крыла Мартина и вместе с ним обошёл всех гусей. Мартин легонько подталкивал по очереди каждого гуся, а Нильс кричал. — Просыпайся! Просыпайся! Пора лететь! В Лапландии выспишься! Очень уж Мартину и Нильсу не терпелось поскорее увидеть эту самую Лапландию. Через полчаса вся стая двинулась в путь. То и дело гусей догоняли другие птичьи стаи. Все окликали гусей, приветствовали, приглашали к себе на новоселье. — Как здоровье, почтенные Акики, вникайся! — кричали утки. — Где вы остановитесь? Мы остановимся у зелёного мыса! — кричали кулики. — Покажите нам мальчика, который спас медвежье семейство! — щебетали чижи. — Он летит на белом гусе! — ответила Акики, вникайся. И Мартин на лету гордо выгибал шею, ведь на него и на Нильса сейчас все смотрели. — Маленький Нильс, где ты? Где ты? — тараторили ласточки. Белка Сирли просила передать тебе привет. — Я здесь! Вот я! — кричал в ответ Нильс и махал рукой ласточком. Ему было очень приятно, что все о нём спрашивают. Он развеселился и даже запел песню. «Гусиная страна, ты издали видна! Привет тебе, Лапландия, гусиная страна! Несёт меня в Лапландию домашний белый гусь, и скоро я в Лапландии на землю опущусь. Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна! Да здравствует, Лапландия, гусиная страна!» Он пел во всё горло, раскачиваясь из стороны в сторону, и болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги. — Мартин! Мартин! Стой! — закричал Нильс. — У меня башмачок слетел! — Вот уж это совсем не дело! — заворчал Мартин. — Теперь пока спустимся, да пока разыщем твой башмачок. Сколько времени даром пройдёт? — Ну да что с тобой поделаешь? — Ака Кибникаси! Ака Кибникаси! — крикнул он. — Что случилось? — спросила гусыня. — Мы потеряли башмачок, — ответил Мартин. — Башмачок нужно найти, — сказала Ака Кибникаси. — Только мы полетим вперёд, а уж вы нас догоняйте. — Запомните хорошенько, лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. Мы всегда останавливаемся у подножия серых скал возле круглого озера. — Да мы вас живо догоним! — Но всё-таки вы не очень торопитесь, — сказал Мартин. Потом он обернулся к Нильцу и скомандовал. — Ну, теперь держись крепче. И они полетели вниз. Башмачок они нашли сразу. Он лежал на лесной тропинке в пяти шагах от того места, где Мартин спустился и как будто ждал своего хозяина. Но не успел Нильц спрыгнуть с Мартина, как в лесу послышались человеческие голоса. И на тропинку выбежали мальчик и девочка. — Гляди-ка, Матс, что это такое? — закричала девочка. Она нагнулась и подняла башмачок Нильца. — Вот так штука! Самый настоящий башмачок! Совсем как у нас с тобой, только нам он даже на нос не налезет! Матс повертел башмачок в руках и вдруг громко рассмеялся. — Послушай-ка, Оса, а что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет? Оса захлопала в ладоши. — Ну, конечно, подойдет. А потом мы еще три таких сделаем, и будет у нас кот сапога. Оса побежала по тропинке. За Осой побежал Матс, а за Матсом Мартин с Нильцем. Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок. Оса уселась на корточке и посадила котенка к себе на колени. А мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться. Он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми четырьмя лапами и даже хвостом, что в конце в концов выбил башмачок из рук Матса. Тут как раз подоспел Мартин. Он подцепил башмачок клювом и пустился на утек. Но было уже поздно. В два прыжка Матс подскочил к Мартину и схватил его за крыло. «Мама! Мама!» – закричал он. «Наша Марта вернулась!» «Да я не Марта! Пустите меня! Я Мартин!» – кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями клювом. Все напрасно. Никто его не понимал. «Нет, шалишь! Тебе теперь не уйти!» – приговаривал Матс и точно клещами сжимал его крыло. «Хватит!» – нагулялась. «Мама! Да мама! Иди же скорее!» – снова закричал он. На его крик из дома вышла краснощекая женщина. Увидев Мартина, она очень обрадовалась. «Я так и знала, что Марта вернется!» – говорила она, подбегая к гусю. «Что ей одной в лесу делать? Ой, да ведь это не Марта! Это чей-то чужой гусак!» – скрикнула женщина. «Откуда он взялся?» «Тут и деревни поблизости нет. Ну да все равно. Раз Марта убежала, пусть хоть этот у нас останется». Она хотела было взять Мартина и отнести в птичник, но не тут-то было. Мартин рвался у нее из рук, бил ее крыльями, клевал и щипал до крови. «Вот дикарь!» – сказала хозяйка. «Нет, такого птичник пускать нельзя. Он у меня всех кур покалечит. Что же с ним делать? Зарезать, что ли?» Она быстро скинула передник и набросила на Мартина. Как не бился Мартин, как не рвался, ничего не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его спеленатова и понесла хозяйка в дом. Нильс в это время стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал и от горя и досады готов был заплакать. Никогда еще он не жалел так горько, что гном заколдовал его. Будь он настоящим человеком, пусть бы попробовал кто-нибудь тронуть Мартина. А теперь прямо у него на глазах Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать и зажарить на обед. Неужели же Нильс так и будет стоять, сложа руки и смотреть? Нет, он спасет Мартина. Спасет во что бы то ни стало. Нильс решительно двинулся к дому. По дороге он все-таки поднял и надел свой башмачок, валявшийся в траве. Самое трудное было попасть в дом. Крыльцо было высокое, целых семь ступенек. Точно акробат подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, пока не добрался до верха. Дверь на его счастье была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню. У окна на большом столе лежал Мартин. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог шевельнуться. Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла молчалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матери Нильса. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымав чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь в очаге. «Опять хворосту не хватит!» — проворчала она, и, подойдя к окошку, громко крикнула. «Мац! Оса!» — никто не отозвался. «Вот бездельники! Целый день бегают бестолку, не могут даже хворосту набрать!» И, хлопнув дверью, она вышла во двор. А Нильсу только того и надо было. «Мартин, ты жив?» — спросил он, подбегая к столу. «Пока что жив», — уныло ответил Мартин. «Ну, потерпи еще минуточку, сейчас я тебя освобожу». Нильс обхватил руками и ногами ножку стола и быстро полез вверх. «Скорее, Нильс, а то она сейчас вернется!» — торопил его Мартин. Но Нильса не надо было торопить. Скачив на стол, он выхватил из кармана свой ножичек и, как пилой, стал перепиливать веревки. Ножичек так и мелькал у него в руке. «Взад, вперед! Взад, вперед! Взад, вперед!» Вот уже крылья на свободе. Мартин осторожно пошевелил ими. «Кажется, целы, не поломаны!» — сказал он. А Нильс уже пилил веревки на лапах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем затупился. «Скорей, скорей, она идет!» — крикнул друг Мартин. «Ой, не успеть!» — прошептал Нильс. Ножичек его стал горячим. Пальцы онемели и распухли. Но он все пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом. Еще минута — и Мартин спасен! Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка с огромной охапкой хворосту. «Натягивай веревку!» — успел крикнуть Нильс. Мартин изо всех сил дернул лапами, и веревка лопнула. «Ах, разбойник! Да как же это он ухитрился!» — воскликнула хозяйка. Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу. Но Мартин вывернулся прямо у нее из-под рук. И началась погоня. Мартин к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин на шкаф, а хозяйка его со шкафа метлой. Мартин на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его решетом, одни только лапы на свободе остались. «Фу! Совсем загонял!» — сказала хозяйка, и рукавом оттерла под солба. Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу. Одной рукой она крепко придавила гуся, а другой скручивала ему лапой веревкой. И вдруг что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула и отдернула руку. «Ой, что это?» — прошептала она. Из-за большой деревянной солонки на столе выглядывал крошечный человечек и грозил ей ножичком. «Ой, что это?» — опять прошептала она. Пока хозяйка охала и ахала, Мартин не терял времени даром. Он скачил, отряхнулся и, схватив Нильса за шиворот, вылетел в окно. «Ну и дела!» — сказала хозяйка, когда они скрылись за верхушками деревьев. Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный по полу. Хворост — это вылетело! Продолжение следует...